В этом видео вы попытаетесь решить хитрые загадки и головоломки. Даже самые умные не смогут решить все из них с первого раза, но вы всегда можете поставить видео на паузу и спокойно подумать. В холодильнике у Кристины лежат три вида фруктов – это апельсины, бананы и яблоки. Сколько именно каждого из видов фруктов в холодильнике, если вы знаете, что все они апельсины, кроме пяти, все фрукты – бананы, кроме четырех, и все фрукты – яблоки, кроме трех. Итак, правильный ответ – у Кристины в холодильнике три яблока, два банана и один апельсин. Всего шесть фруктов. Много лет назад в одном из королевств крестьянина несправедливо приговорили к смертной казни. Король решил проявить доброту и предложил крестьянину самому выбрать способ, как он хочет умереть. Мужчина подумал и сказал свое решение. В итоге это спасло ему жизнь, о чем же попросил крестьянин. Эта загадка была с подвохом. Король предложил крестьянину выбрать, как же он хочет умереть. Сообразив, крестьянин сказал, что хочет умереть от старости. Поэтому королю ничего не оставалось делать, как просто его освободить. Два человека едят яблоки. Если первый отдаст второму два яблока, то яблок у них будет поровну. Если второй отдаст первому два яблока, то у первого окажется в два раза больше яблок, чем у второго. Сколько же яблок у каждого из них? Правильный ответ – 14 яблок у первого и 10 у второго. Тогда если первый отдаст два яблока второму, то у них будет по 12. А если второй отдаст два первому, то у первого будет 16, а у второго в два раза меньше – 8. Майкл решил навестить своего деда, который жил за городом. Он подъехал к его дому, вышел из машины и зашел в дом. Там он увидел лежащего без сознания деда и стоящего рядом врача скорой помощи. Врач сказал, что прибыл на вызов, но не успел ничем помочь. В этот момент Майкл выбежал из дома, плотно закрыл дверь и вызвал полицию. Почему Майкл это сделал? Если вы были внимательны, то заметили, что когда Майкл подъехал к дому своего деда, то на улице не было никаких машин, в том числе машины скорой помощи. А врач скорой не мог прийти на вызов пешком. А значит, это скорее всего не настоящий медик, а злоумышленник. Джек работал охранником в одном из бассейнов города. Ему поступила информация, что прямо сейчас в здании скрывается опасный преступник. Это мужчина средних лет. Джек проверил сам бассейн, но в этот момент там никого не было. Зайдя в мужскую раздевалку, Джек обнаружил там трех мужчин. Все они были примерно одного возраста. Посмотрев на них внимательно, Джек быстро определил, кто из них преступник, кто же это и почему. У одного из мужчин оказалась перевязана нога. Вряд ли бы человек с раной пошел в бассейн, а значит, скорее всего, именно он является преступником. Короткая загадка. На охоту ходили два отца и два сына. Там они подстрелили трех зайцев. В итоге каждому досталось по одному зайцу. Вопрос, как же так могло получиться? На самом деле ответ довольно прост. На охоту ходили дедушка, его сын и его внук. Вот и получается два отца и два сына, а всего три человека и три зайца. Перед вами огромный мост длиной 20 километров. Но он уже довольно старый, поэтому способен выдержать вес только в 2000 килограмм. Ваша машина вместе с вами и со всем содержимым весит как раз 2000 килограмм. Вы пересекли половину моста и на середине на вашу машину села птица весом 200 грамм. Провалится ли после этого мост? Правильный ответ не провалится. Ведь к тому моменту, как вы проехали половину моста, а это 10 километров, количество бензина у вас в баке уменьшилось больше, чем на 200 грамм. Поэтому севшая на автомобиль птица не причинит вам вреда. Путешественник, исследовавший необитаемый остров, заблудился в пещерах. Для того, чтобы выйти, у него есть два тоннеля. Пойдя через левый тоннель, его встретят голодные медведи. Во втором тоннеле полно тарантулов. Через какой тоннель пройти путешественнику, чтобы спастись? Правильный ответ – второй тоннель. Тарантулы, хоть и ядовиты, но их яд не опасен для человека. Так что путешественнику нужно выбрать именно этот тоннель. Вас похитили и заперли в комнате, в которой ничего нет, кроме торчащей из пола трубы и записки. Похитители написали, что у вас есть возможность освободиться, только если вы сможете достать маленький шарик для настольного тенниса со дна этой трубы. Самое неприятное, что у вас нет никаких подручных средств. Вас даже оставили без одежды. Труба намертво зафиксирована в полу. Она не очень глубокая, но при этом довольно узкая, так что никаких шансов дотянуться рукой у вас нет. Каким же образом достать шарик для пинг-понга и освободиться? Итак, правильный ответ. Самый очевидный способ достать легкий шарик для пинг-понга со дна трубки – это налить туда воды. Но у вас ее нет. Правда, если подключить смекалку, то вы можете без труда заменить воду естественными потребностями вашего организма. То есть вы можете просто пописать в трубку, шарик всплывет и вы окажетесь на свободе. Трое друзей – Том, Джон и Майкл поехали в выходные в лес. Однако там их ждал неприятный сюрприз. В лесу они встретили медведя. Никто из друзей не был к этому готов и каждый при виде хищника поступил по-своему. Том бросился бежать, что из силы. Джон лег на землю и притворился мертвым. А Майкл был настолько испуган, что просто начал потихоньку пятиться назад в противоположную от медведя сторону. Вопрос. У кого из друзей больше всего шансов выжить в этой ситуации? Хуже всего дела обстоят у Тома. Он бросился бежать, а это никогда не стоит делать при встрече с медведем. Хищник воспринимает это как угрозу и начинает преследовать. А бегают медведи, несмотря на свои габариты, очень быстро. Они развивают скорость до 60 км в час, так что он без труда догонит Тома. У Джона шансы на спасение выше, чем у Тома. Притвориться мертвым – неплохая затея. Однако так стоит делать только в самый последний момент, когда медведь подходит вплотную. Тогда он может почувствовать, что угрозы нет и отступит. Больше всего шансов выжить у Майкла. Если вам в лесу встретился медведь и он еще не успел подойти к вам близко, то стоит потихонечку двигаться назад, не отводя при этом глаз от хищника. Так он получает сигнал, что вы не претендуете на его территорию. Так что прав в этой ситуации был именно Майкл. А сейчас мы проверим, насколько хорошо вы знаете столицы государств. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок вы ответили верно. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео и конечно же оставляйте свои комментарии под этим роликом.